Так начинается рабочий день пожарных. Основная задача для них быстро надеть служебную одежду и экстренно отправиться на место происшествия, ведь в какой-то части города в опасности человеческие жизни. В попытках спасти чужую жизнь всегда есть риск остаться в центре огня. Именно поэтому каждому сотруднику необходимо не только иметь мужество и выдержку, но и большую подготовку. Ведь каждого рядового бойца дома ждет любящая семья. Страшно бывало, когда я смотрел такие видео в ютубе. Смотришь там пожарные Российской Федерации, что-то там у нас пожарные достают. Думаешь, как он туда лезет? 12-й, 15-й этаж. Когда сам в это оказываешься, о страхе даже думать не приходится. Все делается на автоматизме, на механике все делается. Страшно. Страшно бывают со стороны, когда смотришь. А когда сам работаешь, там таких мыслей в голову не приходит. Почему-то не до страха. После армии, в общем, я в звании старшего сержанта. Получил звание в армии. Здесь дают спецзвание у нас. Устроился я в этом звании. До сих пор хожу в этом звании. Работа хорошая. Очень нравится. Уже более 20 лет я уже здесь работаю. Мы сталкиваемся с пожарами, очень сильными даже пожарами. Бывают и случаи такие, что погибают люди на пожарах. Приходится нам это все видеть. Из-за этого мы проходим психологические тесты. Однако, как отмечают пожарные, опасность исходит не только от огня. Мешают работе также автомобили и пешеходы, не уступающие дорогу пожарной машине. Помимо этого, большое препятствие для персонала создает хаотичное расположение автомобилей перед жилыми домами. Есть такие водители, можно сказать, безответственные, которые оставляют машины. Вот, допустим, пожарная машина там точно не проедет. Там даже скорая не проедет. Поставляют машину и все. Ну, так нельзя делать. Вот на девятом, на востоке, вот, Байситова 2-1. Там постоянно машины заставлены. Это тоже неправильно, очень неправильно. Вернувшись в пожарную часть, специалистам нет времени на отдых. Они должны каждый день оттачивать свое мастерство и совершенствоваться. В случаях ЧАЭС, когда заходишь в квартиры, ну, если человек без сознания, высокий этаж, мы вяжем эту петлю, надеваем на пострадавшего и спускаем с оконных проемов, страхуя его через карабин. Все эти навыки сотрудники должны знать наизусть. Для тех, кто хочет работать в части, особых требований не нужно. Ну, я думаю, это, наверное, должно быть призвание, должно быть желание. То есть, это не должно зависеть от зарплаты, от каких-то других материальных благ. Я считаю, вот у нас в нашей службе случайных людей нету. Люди работают по призванию. Трудности всякие бывают. И, тем не менее, все работают. Работа всем нравится. В пожарную часть с начала года поступило больше полторы тысячи вызовов. Специалисты спасли 60 человек. Представители отважной профессии каждый день рискуют собственными жизнями. Напомним, что 19 октября в стране отмечается День спасателя.